Далее учим комбинацию, уже без моего счета, самостоятельно соединяем, потому что на следующем уровне у нас с вами зачет. Зачеты, спортивные игры, разминки и сотни энергичных, зачастую непослушных детей, которые требуют строгой, но справедливой наставнической руки. Все это для Александры Пономаревой лишь на первый взгляд хрупкой девушки давно стало рутиной. За пять лет работы преподавателем физкультуры она научилась находить подход к озорным школьникам. Поддерживает, чтобы у нас все получалось. Она и добрая, и строгая. Чего больше? Наверное, строгая. Не столько строгая, сколько требующая дисциплины. И неспроста. Закаляться спортом Александра Пономарева начала с восьми лет. Химчанка – выпускница местной спортшколы Олимпийского резерва по баскетболу. И все же в один судьбоносный момент она решила завязать с профессиональным спортом, о чем не жалеет. Награды говорят сами за себя. Александра Пономарева – педагог года 2017, лучший учитель физической культуры прошлого и этого годов. А еще тренер детской секции по баскетболу. Вот и нашей съемочной группе Александра преподала урок. Положение у нас локтя 90 градусов. Локоть смотрит на кольцо. Вот здесь у нас с вами должна быть ямочка. Мяч не должен полностью лежать на ладони. Подняли его. После броска у нас локоть идет через нос. И после броска кисть закрывается и указательный палец смотрит на кольцо. То есть выполняется это таким образом. Ножки у нас с вами параллельно. Чуть-чуть развернут. Присели. Выполнили бросочек. Впрочем, учить и тренировать не все таланты Александры Пономаревой. Спортсменка пошла по стопам своих отца и мужа и освоила профессию арбитра международной категории по футболу. Недавно химчанка вернулась из Словакии, где проходил женский турнир UEFA Women's Championship U-17. Учитель, тренер, судья, руководитель методического объединения учителей физкультуры города Химки. Куча обязанностей и всего 24 часа в сутках. Успевать везде Александру Пономареву научили семейные обстоятельства. С самого детства я к этому пришла, потому что, будучи старшей сестрой многодетной семьи, я успевала ходить и в музыкальную школу, и на баскетбол, и в кружок рисования, и еще отводить своих младших братьев и сестер на эти секции. Поэтому, наверное, с самого детства это было в меня заложено. Собственно, и по сей день продолжается моя многофункциональность. И все же из этого многообразия профессиональной деятельности есть то, что девушке больше всего по душе. Именно тренерская деятельность, потому что она приносит больше удовольствия, потому что дети приходят с желанием. На физкультуре зачастую мы боремся с тем, что у детей нет желания, пытаемся что-то им привить. А на баскетбол приходят дети, которые хотят, и поэтому огромное удовольствие заниматься с ребятами баскетболом. Большую часть времени Александра проводит в школе. Здесь же в первом классе учится ее сын, которого она вместе с остальными ребятами тренирует в секции по баскетболу. Для них школа стала вторым домом. Александр Сергеев, Дмитрий Бадыров, Служба новостей.